Добрый вечер! Это программа Афиша в студии Ольга Алексеева. Как интересно провести время в ближайшие дни, получить яркие впечатления и духовно обогатиться, расскажу в ближайшие 10 минут. В этом выпуске узнаем, где встретить Деда Мороза, расскажу, какие новогодние чудеса ждут нас на больших экранах и какую постановку подготовил для первоуральцев Новоуральский театр кукол. Вариант подготовил для маленьких первоуральцев новогоднюю игровую программу «Мишутка, не шались, снежные забавы». В ходе программы ребята окунутся в сказочную новогоднюю атмосферу, примут участие в зимних конкурсах и забавах, потанцуют вокруг елочки, отгадают веселые загадки, вспомнят песни про Новый год и разучат новые стихи про зиму. А помогут им в этом Олег Кушнарев в роли Мишутки и Виктория Касаева в образе пчелки Майи. А уже в это воскресенье 17 декабря театр Вариант встречает гостей на воуральский театр кукол сказ. Маленьким первоуральцам они покажут спектакль «Золотой цыпленок». Не всегда волки в сказках бывают злыми. Цыпленок Петя находит волки доброго папу, который заботится о нем и спасает его от хитрой лисы. Приходите посмотреть «Добрую сказку» 17 декабря в 11.00. Еще одно театральное представление пройдет 20 декабря в ЭКЦ. Екатеринбургский театр Тохат покажет волшебную новогоднюю сказку «Морозко». Это смешная и трогательная история о сводных сестрах, злой мачехе и доброй бабе-яге. И о том, как всевидящий Морозко помог бедной Настеньке встретить свое счастье. В новом спектакле по пьесе уральского драматурга Анны Богачевой художники Тохата продолжают расширять границы теневого театра кукол на столе. На этот раз героям спектакля и зрителям предстоит не замерзнуть от волшебных чар сурового Морозко, согреваясь живым юмором и бесконечной добротой Настеньки. Информацию о билетах уточняйте по телефону или на сайте икц66.ру. В честь своего юбилея заслуженный артист России, старший преподаватель кафедры сольного пения Уральской государственной консерватории Владимир Чебиряк приглашает любителей классической музыки и академического вокала на концерт в инновационный культурный центр. Вместе с пианистом, лауреатом международных и всероссийских конкурсов Тимофеем Антроповым Владимир исполнит в камерной обстановке Музея горнозаводской цивилизации романцы Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Часовой концерт состоится 17 декабря в 12 часов. Бронирование билетов по телефону или на сайте икц66.ру. 16 декабря в ИКЦ пройдет итоговая вечеринка проекта «Кофе, булки, шмотки и музей». Организаторы подготовили интересную и зажигательную программу. Всех желающих ждут в 17.30 в ИКЦ. Прежде всего, гостей приглашают на экскурсию в музей горнозаводской цивилизации. Ведь «Кофе, булки, шмотки и музей» – это прежде всего проект об истории и культуре родного края. На седьмом этаже пройдет лекция от самарского уличного художника Антона Арт-Абстрактова. В 19.30 организаторы подведут итоги проекта, а в 20.00 состоится концерт группы «Anything Helps». Ребята работают в жанрах альт-кантри, поп-фолк и кантри-рок. Создают качественную музыку, вкладывая в нее свою душу. Вход на мероприятие свободный. До 30 декабря в Инновационном культурном центре работает фотовыставка «Человек, читающий. Преображение». Она посвящена тому, как читают слепые и слабовидящие люди. Проект реализован при поддержке Министерства культуры Свердловской области. Выставка состоит из двух частей. В первой посетители увидят читателей Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Во второй их эмоции, как они смеются и переживают вместе с любимыми героями, тем самым превращаясь в персонажей книг. Выставка работает на шестом этаже ЕКЦ. Посетить ее может каждый желающий. До 3 марта будет работать выставка «В сердце Урала». Ее представляет молодая и перспективная художница из Екатеринбурга Алена Федорова. Она активный участник городских, региональных и международных конкурсов, выставок и проектов. На выставке вы познакомитесь с живописными уголками нашего края. Все работы выполнены в традиционной технике реализма и академизма. По признанию автора, ей важна работа с натуры. Первое впечатление, которое отображается на этюдах, длительные портретные постановки, которые помогают лучше изучить натуру и передать ее характерные особенности. Планерная работа помогает не только поймать уникальное состояние, но и взглянуть на многие вещи под другим углом. Вход на выставку свободный. 16 декабря состоится торжественное открытие резиденции Деда Мороза в столице Среднего Урала. В ТРЦ «Карнавал» вас ждут танцы, песни, веселые игры и встреча с главным героем праздника. В программе сказочное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, танцевальный флешмоб, новогодний спектакль «Гринч. Похититель Рождества» и многое другое. После приветствий и веселых новогодних игр с гостями Дед Мороз займет свое место у новогодней ели и начнет прием посетителей. Встретиться с Дедом Морозом можно будет с 16 декабря по 7 января. Отправляемся в кино. И первый фильм, на который советую обратить внимание, это «Добрая комедия» для всей семьи «Манюня. Новогодние приключения». Новый год для Манюни, Нарине и Карине может пойти не по плану. Синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой. Их семьи экстренно принимают решение отправиться в горы. Полное приключений дорога приводит героев к заветный дом, который становится разочарованием. Грязь, сырость, сломанная мебель, а главное – непрошенные гости. Удастся ли им подружиться, найти праздничное настроение и встретить Новый год по-настоящему волшебно? Узнаем в кинотеатрах. Любимые герои на большом экране. Осталось украсить дом и найти елку. Доброе утро. Горегин Сергеевич. Приседаем, но не пукаем. Вас ждет. Я сейчас такое нашла. Что? Чердак. Это будет нашим тайным убежищем. Новогодняя история. Полное приключений. Жуть. Кто это? Таин. Это бандит-людоед. И настоящих чудес. Что если в новогоднюю ночь смотреть на звезды и загадать желание, то она непременно сбудется. С ним! С ним! Манюня. Новогодние приключения. Еще одна новогодняя история на больших экранах. Фильм «Новогодний шеф». Виктор – владелец модного ресторана. Вот только дела в нем идут не очень. Вся надежда на новогоднюю ночь. Ведь все столики уже забронированы. Но когда наступает 31 декабря, из ресторана внезапно уходит шеф-повар со всей командой. Казалось бы, все пропало. И тут в ресторане появляется Олеся, владелица кухни на дому в подмосковном поселке. Она привезла пирожные, которые Виктор совершенно случайно заказал у нее и даже успел забыть об этом. Виктор предлагает Олесе стать шеф-поваром на новогоднюю ночь. Она отказывается, ведь пообещала сыну Кириллу новогоднюю сказку с салютами. Виктор уговаривает ее остаться. Он чувствует, что у Олеси есть особый дар – пробуждать у людей своими блюдами самые лучшие воспоминания. Смогут ли директор и шеф-повар совершить настоящее новогоднее чудо – накормить всех гостей особенными блюдами и выполнить обещание, данное Кириллу? Узнаем в кино. Уважаемые гости, только в нашем ресторане шеф-повар готов вам приготовить то блюдо, о котором вы мечтаете. И зачем ты ему это предложила? У меня ничего не получится. Получится, я в тебя верю. Ладно, я попробую. Заменила рисунка рисунка. Очень долго. Как у вас дела? Отлично! Для чего он и кому он нужен в мире? Это тот самый вкупус. Которые люди друг другу не нужны. Так же кастин лета, и приходит с дружатой. И земля под снегом новой ждет весны. Думаете, мы справимся? Нет. Кто ко мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Пусть все ваши новогодние желания сбудутся! Множество спектаклей поставлено на тему взаимоотношений с зятей и тещей. Еще больше написано анекдотов. Теперь о том, как подружиться с мамой и жены, можно узнать и в кино. На больших экранах продолжается показ фильма «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым в главных ролях. Ольга Николаевна – волевая женщина и начальница ЖКХ, которая вполне довольна своей жизнью. Она хозяйка дома и на работе, полностью контролирует своего мужа Романа Павловича и оберегает дочь Варю. Единственный, кто не вписывается в ее счастливую картину мира – это зять Виктор, от которого на днях должна родить горячо любимая дочка. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля. Я что-то не понимаю. И что делать? Молиться. Боже, какой же ты жирный. Может, тебе врачу показать? Только вместе с ней. Мама хочет, чтобы у тебя было все хорошо. Хватит разговаривать, как моя мать. Я твоя мать. Что твою забрал? Алкад! Я худшая теща в мире. Это все вышка 5G. После нас что останется? Детишки, а дятя? А у вас правда болит сердце? Ну, конечно, болит. Ну, вот, собственно говоря, и все, о чем я хотела рассказать вам сегодня. Ходите в театры, в кино, на выставки. Проводите время увлекательно. Помните, в окружающем нас мире всегда происходит что-то интересное. Что именно? Смотрите программу Афиша, будете в курсе. Ну, а я с вами прощаюсь. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!